Так, еще один кнопочный телефон, Nokia 800 TAF, он такой у меня уже поюзанный, хоть и не сильно, здесь вот потертости, это в принципе у них нормально, потому что крышка вот эта прорезиненная, мягкая, я видел у людей аппараты, где она прям такая сильно потертая, как будто ее об асфальт терли, тут емкий аккумулятор, получаются разъемы все под заглушкой, в телефоне есть фонарь, так, также в телефоне у нас есть GPS из интересного и LTE и поддержка мессенджера WhatsApp, то есть для рабочего аппарата прям красота, мне часто звонят или пишут по WhatsApp, и на такой клавиатуре печатать неудобно, а вот ответить голосовым сообщением прям в самый раз, поэтому я спокойно принимаю сообщения текстовые либо голосовые, ну и отправляю, текстовые конечно можно, но довольно проблематично для меня уже печатать после смартфона на такой клавиатуре, но в принципе если коротко, то вполне реально. Здесь у нас слот для сим-карты и для флеш-карты, из дефектов тоже вот у меня появился такой заломчик, а флеш-карты то сливки, НЕМ. так телефон защищен от воды и пыли по стандарту ip68 также есть военный стандарт mil 810 его часто используют туристы я видел на канале у археологов такой телефон то есть вещь вообще когда вышла была довольно популярная на данный момент он уже является таким эксклюзивом потому что nokia его сняла с продажи я выставлял его на авито и там 21 телефон на всю россию на авито которые именно продаются так то продано и достаточно конечно было так на дворе у нас 8 утра сдак открывается в 10 сейчас я подготовлю телефон приведу его к заводским параметрам достану свои симки сделаю ему сброс настроек до заводских чтоб не было никаких моих контактов и данных телефоне от ватсапа отвяжу все такие дела скрепку здесь достану оригинальную она тоненькая поставлю ее на место в коробке вся документ документация у меня есть готовим сейчас телефон скрепку нашел легко я думал начали на то что квадратная скрепка эти от айфона понятно думал что такая квадратная но тут даже нарисовано что она с кругляшком что я сейчас ее тоже на место поставлю вот он наш лоток для сим-карты извлеченный сейчас мы его на место погрузим симки я вытащил так что опять включаем телефон он кстати выключается если симки вытащить он написано так как извлечен лоток телефон требует перезагрузки из таких нюансов интересных колечко убрал на место там такой специальный паз есть телефоном накроется и будет шикарно еще рано накрывать телефоном надо его включить он нужен у нас так телефон будет перезагружен то сообщение про которое я говорил маке убедитесь что сим-карта полностью извлечена маке сейчас она нас перезагрузится к заводским параметрам восстановим протру его влажными салфетками он высохнет и можно будет паковать по комплекту документации это как я понимаю инструкция толстая на разных языках какая-то бумажка о стандартах включает совсем знаменитый звук всем известный всем знаменитый знаменитый всем известный звук так гарантийный талон сколько тут макулатуры на себя залезла под коробку и инструкция как извлекать симку телефон у нас включился он у меня как раз запароленный поэтому я его сейчас приведу к заводским параметрам так это у нас место под зарядку у меня даже кстати сохранились все пленочки упаковочные прям все целлофанчики распаковал все это в коробку сложил весь комплект давайте поговорим про зарядное устройство это я его так не сматывал это она новая я реально им не пользовался у меня во-первых куча нокиевских зарядок потому что у меня вообще телефонов кнопочных было больше десяти штук я покупал очень много телефонов особенно когда еще на авито объявления были по 10 штук бесплатных на аккаунт когда то вообще раньше много было объявлений бесплатных потом ограничение ввели по 10 объявлений на одну категорию то есть там в трех категориях на 30 бесплатных объявлений можно было размещать и у меня проще было покупать симки телефоны и выкладывать кучу объявлений бесплатно потом когда все это начали упразднять я какое-то время еще пользовался аппаратами продал потом все свои старые и все равно купился этот итог новых из-за привычки из-за того что много номеров удобно несколько ватсапов по нескольким направлениям по ноутбукам по всему сразу то есть техника этот инструмент и диагностическое оборудование удобно когда у тебя отдельный аккаунт даже если платные объявления отдельный номер отдельный рабочий ватсап там отдельное сообщество вконтакте youtube канал в общем все у нас привязанных номера такое лирическое отступление зарядка абсолютно новая так что нам нужно для того чтобы привести телефон в исходные параметры я кстати еще не знаю но знаю что в настройки надо идти я думаю я тут быстро разберусь прям сниму видео так а еще из интересной информации но сейчас у меня симок нет здесь если вы не хотите пользоваться интернетом тут надо прям выключать на каждую симку отдельно сотовые данные чтоб телефон не пытался постоянно выйти в интернет если у вас не безлимит у меня был тариф здесь с пакетом гигабайт на одной симки на 2 безлимит и мне было проще но когда я вставлял и пользовался телефоном чисто как звонилкой симки без интернета я отключал возможность выхода в интернет так персонализация канта конфиденциальность может быть здесь где у нас сброс память система устройства давайте посмотрим информацию об устройстве модель nokia 800 к и уэс кстати обновление прилетела на магазин приложений вот сбросить настройки удалить все ваши данные сбросит безопасный элемент не знаю что значит безопасный элемент пароль что ли сбросить даже пароль не требует ухты первый раз такое вижу обычно там четыре нуля просит вести либо пароль от телефона тогда же кому-то телефон позвоните с друзей пароль ведешь чтоб они могли позвонить разблокируешь его они тебе возьмут его сбросят как-то не очень продуманно сделала на мой взгляд и так нуждом не охота не паузу нажимать если что на монтаже поправлю так симпатичный аппарат конечно у меня много было nokia из таких интересных моделей с кладушкой слайдер банан у меня было в черном цвете правда в желтом когда я покупал не было хотя хотел я именно желтый 8110 по моему он назывался я все такие модели знаковые эксклюзивные ну стремился покупать ценники не дешевые ну и в принципе не супер дорогие я вообще мечтаю о том чтобы воскресили nokia 8800 или обычную или сирока или так как она с кирока называлась или арты или хотя бы 8600 луна что-нибудь вот такого же качества пускай она стоит как новая iphone прошка но я уверен что люди это бы покупали так зачем я пропустил язык много болтаю только что ж русский был теперь найди его все языки клацай или он автоматом меня на него направляет вот русский ура так тоже русский так это дополнительный язык а русская есть хотя наверное дополнительный язык 1 я русский выбрал клавиатуру далее так трафик мобильной сети у меня нет симки так ладно сейчас я веду свою пароль от вайфая потому что надо телефон но полностью обнулить вел я пароль от вайфая нажимаем подключить подключена как интернет на подключили посмотрим что ему надо обновиться он или что он захочет дату и время автоматически подтянет сегодня у нас 23 июля двадцать третьего года только почему-то 623 хотя у нас 823 типа летнее время или что там у них и ваш отменили у нас по крайней мере пока так мы надеемся что вы никогда не потеряете свой телефон но если это произойдет вы сможете настроить окей так спасибо что выбрали nokia на лицензионное соглашение все нет hd-карты нет sim карты я проверю вдруг мои контакты сохранились потому что есть телефоны которые даже при сбросе к нулю у них остаются контакты так новый контакт контактов моих нет списка вызовов нет ну скорее всего ничего нет но у меня реально бывали кнопочники это прямо очень странно на эти вот сам посмотрим вдруг там мой аккаунт привязанный остался тоже нет но политику я не буду принимать телефон сброшенный как новый пускай уже заказчик настраивает его покупатель сказал что для ребенка 6 лет покупает телефон в принципе тогда защита актуальна но и игры тут есть так что я хотелось и самоски посмотреть я не могу даже найти и самоски я обычно их читал на него в уведомлениях высветились я сразу открыл а так я даже чуть не вижу смс сложно вот он наконец-то так нет сообщений но все телефон готов к отправке он почти полностью заряжен время я думаю там уже покупатель и выставили давайте мы сделаем нормальное время это он меня обязательно спросит почему у тебя 6 утра так где у нас кстати где у нас батарея 78 процентов а он показывает состояние аккумулятора как на айфоне износ я имею ввиду нет не показывает а было бы интересно сколько аккумулятора так аккаунт наверное персонализация можно в дисплее не совсем так тут яркость можно поднять никто я не знал что можно даже ярче сделать экран телефон не очень хорошо но я оставлю стандартные параметры даже заодно такой краткий экскурс по меню телефона автосинхронизация включена а понятно у него лондон ой 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 так плюс 3 сейчас мы найдем москву вот она москва понятно в чем проблема все автосинхронизация на москву он короче в лондоне мой вай фай я видите я в лондоне нахожусь а не воронеже воронеж это провинция лондона ладно с телефоном я закончил можно его выключать я вчера вечером готовил заказчик мне вчера вечером написала перевел деньги я выставил себе лоток симок вот этот коробочку круглую чтоб не забыть и побоялся но оставил на ночь не захотелось этим заниматься побоялся что утром схвачу телефон и со своими симками его отправлю со всеми своими данными ну стал пораньше сделал по времени у нас 830 телефон паковать дома вот никак не буду в штатную коробку все красиво упакую как завода даже сейчас целлофанчики его положу прям по красоте все это подсниму а вздеки будем отправлять посылочка xs хотя коробка довольно широкая то есть она чуть шире вдруг не влезет хотя должна но они коробки постоянно меняют но с к я отправлю будет там на 100 рублей дороже но других вариантов просто не вижу смысла посылочка оптимальная и коробка сохранит эту коробку презентабельном виде на и телефон естественно очень противоударный но зачем этим пренебрегать так мысль потерял ну ладно вздайте подсниму продолжение очень длинный такой ролик получился подготовки ну зато информативно кому интересно да и для меня как история останется мне этот телефон реально нравится я такие вещи люблю если вы заметили я предыдущий ролик про телефоны на канале выкладывал то есть я этот телефон до последнего держал хоть он больше в тали лежал не хотел продавать а остальные все продал там 4 nokia несколько филипсов у меня еще это я вообще молчу сколько у меня было изначально у меня где может я найду потом фотки отдельное видео сделаю но у меня реально наверное было время когда за раз у меня было больше 15 кнопочных телефонов я не говорю что они все таки эксклюзивные были эксклюзивных было 5 а 10 было просто по 1000 рублей звонилок и fly там были у меня на авито аккаунте есть объявления в продаже еще там только не было какие-то я потом передал своему сотруднику дмитрию мастер мой дистанционных установок у него они до сих пор есть может я потом у него их попрошу на денек просто показать историю для и самому вспомнить какие они у меня были потому что я ему наверное телефонов может меньше десяти на около 10 штук аду так мы все надо протереть его чтобы он такой залабанный не был прям почти заводское состояние я правда не уверен что эта штука так наделалась на блок зарядки но допустим она так сейчас все упакую все-таки внимание к мелочам многое решает реально у нас все из мелочей состоит те же машины условно там за 3 миллиона и за 30 разница в мелочах макулатура зарядка упакована зарядка я сложил как смог я реально не понял как чтобы кабель не перегибать ее туда упаковать и решил что пускай лучше кабель размотана чем я его перегну и упакую как будто бы красиво так все я положу сейчас мы телефон красиво сюда упакуем на заводскую упаковку я не претендую по моему по красоте получилось так идем сдэк отправлять на саноке так 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 так